перед раскрытием палатки предварительно растягиваем гидродно по всем шести углам с хорошей натяжкой при этом обратите внимание колышек или вертыш устанавливать рекомендуется где-то на расстоянии 5 сантиметров от края гидродна за эти за эти крепления мы сейчас закрепим крепление самой палатки которые находятся под юг палатку желательно раскрывать на поверхности гидропорыто учитывая при том что на морозе гидросно достаточно скользко если палатка имеет компактную систему складывания дуг то предварительно надо раскрыть эти дуги двигаем фиксатор и фиксирующее силиконовое кольцо фиксатор задвигается на скобу без особых усилий и вот 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 так по кругу надо раскрыть все дуги силиконовые кольца фиксирует чтоб фиксатор не слетел если палатка имеет систему classic то есть стандартными классическими дугами без системы компактного сложения эту процедуру делать не приходится дальнейшее раскрытие палатки что компакт-шо-классик производится по одной схеме у гидродна есть специальный вырез для d-образного входа это видно здесь бортик чуть ниже д-образный ход располагаем именно по стороне этого выреза ищем раскрывать стенки ищем раскрывать стенки так вот у нас д-образный ход ищем раскрывать стенки под эти крепления в данном случае у нас в землю убиты колышки фиксируем элементы крепления которые находятся под юбкой просто накидываем петли вот эти код на эти кошки ищем раскрытые теория После того, как все угольки растянуты, палатка принимает такую форму, уже шестиграннее. В дальнейшем процессе раскрываем боковую стенку, которая находится возле угловой двери. Угловая дверь, начинаем ее раскрыть сразу, заранее. Раскрываем вторую стенку. Можно раскрыть еще и следующую стенку, третью. Всего, получается, оснащены каркасом пять стенок. Входим в тягу шнур. Нежу спиц. Немножечку на потягиваю и фиксируем на одной руке, а вот здесь пальцем. Раскреляем. Все, будет здесь, добавим три дельфона, шестигранник. И все, достаточно уверенно тянем. Фиксируем фиксатор. Все, крыша приняла форму шестигранника. Осталось только две стенки раскрыть. Выходим и раскрываем эти стенки. Все, все пять стенок привезли форму. Теперь установка бегообразных дверей. У нас имеется три стойки. Две стойки, они одинаковые. Две стойки по бокалу. Деобразных дверей устанавливается. Здесь направляющая трубочка. Устанавливаем один конец стойки в нее. Вторая стойка устанавливается сверху. Специальный рукав на липучке. Здесь интуитивно понятно. Поднимается стойка. Закрывается кармашек. И липучками крепится. Дополнительный рукав, который фиксирует стойку. При долгих остановках, долгой эксплуатации, желательно закрепить его еще дополнительно веревочными утяжками, чтобы липучка не расстеглась. Вторая стойка устанавливается по такому же принципу. Направляющая, которая находится в углу. Другой конец стойки. Стойка устанавливается по такому же принципу. Открывается кармашек. Такая откидная система. Липучками фиксируется. Все. Также крепим рукав на липучке. Веревочник я сейчас не буду закатывать. И также устанавливаем вверху на спорочку. Каждый один край. Направляющая. Здесь опорка вставляется. Здесь такой же, по такому же принципу кармашек. Вот так вот на тачке вставляем. Закрывается фиксатор. И липучка не фиксируется. Все. Никуда не выскочит. Сверху кармашек тоже на липучке. Желательно, конечно, закрепить веревочными утяжками. Ну, сейчас мы покажем, как и более быстрый процесс. Прикрепили. Стенка злеобразной дверью фиксируется за счет вот этих трех распорок. Все остальные стенки, как видим, имеют высокую жесткость за счет каркаса. Бокового каркаса, который достаточно жесткий. Высоты в палатке достаточно здесь. Очень много места. Гидродно располагается краями поверх внутренней юбки палатки. И крепится вот такими откидными лепестками. За счет этого бортики принимают вертикальное положение. И так по периметру, по всему кругу. Все шесть стенок. Липы могут немножко сдвигаться, так как все-таки палатка большая. Вот видите. Ну, липучки достаточно широкие. Они по-другому попадут. Все. И получается, по всему периметру гидродное имеет форму бортика. Внутрь гидрокорыта засевается уже теплый пол. Складывание палатки производим в обратной последовательности. Сначала отсоединяем крепление гидроза. Все лепучки по периметру. Снимаем опорные стойки по периметру д-образной двери. Сначала можно снять верхнюю. Боковые. Снимаем опорные стойки. Практически мгновенно. Давайте в кармашечке. Не скатывается. Крыша немножко приотпускается. Это позволяет нам зайти, закрыть крышу. Чтобы закрыть крышу, вытаскиваем чеку и просим перейдеть. Крыша сама складывается автоматически. Переходим. Открываем оставшиеся стетки. Открыли все оставшиеся стетки. Снимаем петлю крепления к колушкам. Все. Все. Все крепкие петли освобождены. Дуги. Дуги все сводим вместе. Поэтому сначала берем вот три крайние петли. И сводим их в центру. Крышка. Центральные петли. Сводим в одну длину. Если у нас палатка классик, то в таком состоянии она уже сворачивается в сутку. Видите свертка в одну длину? Если у нас модель компакт, то тогда все дуги нужно перевести в комфортное состояние. Для этого механизма опускаем чехольчик, чтобы не защемило ткань на дуку. И аккуратно, без каких-либо боковых перегибов, сворачиваем каждую дуги параллельно по линии свертки. Субтитры делал DimaTorzok какmış субтитры делал DimaTorzok Свердок подтягивается Чтобы дуги не распадались Варшай, как бы с темной сумкой позволяет Неси сумку Свердок 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 Играет музыка. Малатка готова к дискуссировке.